Двигаемся дальше. Откроем индекс PHP. У нас идет этот блок, то есть обо мне. Познакомимся ближе. Я предлагаю, чтобы сохранить иерархию, сделать соответствующие категории у записи в WordPress. То есть, запустим, обо мне родительская категория, которая содержит какие-то статьи, из которых мы уже потом здесь будем выводить данные. Так, давайте добавить рубрики. Без рубрики, ну пусть без рубрики остается по умолчанию. Создадим новую рубрику, которую назовем обо мне. Обо мне. Ярлык назовем as about. As about. И напишем описание. А в описании мы уже будем писать вот отсюда. То есть, познакомимся ближе. Допустим. Таким образом. Все, добавим новую рубрику. Все, появилась новая рубрика обо мне. Так, ну, теперь откроем. То есть, section about, обо мне. Здесь можно вывести прямо из рубрики. То есть, вот эти вот именования, написания. То есть, как мы это сделаем? В WordPress есть такая функция. Категории description и getCut. Такая функция. Так, сейчас найдем мы ее. Get the category. Это не то маленько. GetCut title, например. Вот есть такая. А, getCut name. И указывается ID категории. То есть, что мы делаем? Записываем сюда эту функцию. GetCut name. И здесь указываем ID-шник наш. ID-шник у нас идет так обо мне. Здесь вот, если мы посмотрим, внизу, да, появляется ссылка в браузере. И написано get... Так. Так, tag ID... Да, tag ID это и есть ID нашей категории. То есть, здесь три пишем. Сохраняем. Так, и обновляем наш сайт. Так, видим, что ничего не появилось, потому что здесь надо сделать вывод. GetCut name. Echo. Так, все, он проверяет. Обновляем. Все, появилось обо мне. И есть еще такая функция getCategoryDescription. Точно так же выводит description, то есть, описание категории. То есть, нам самое главное сделать так, чтобы из админки можно было редактировать максимум того, что у нас выходит во фронт-энд. Так, обновляем. Обновляем. И как выводится из этой рубрики, то есть, мы сделаем еще дочернюю рубрику. И мы сделаем еще дочернюю рубрику немного о себе. В который так же поместим фотографию. то есть в пост можно кстати сразу без рубрики делать постом ну и назовем соответственно пост немного о себе добавить новую запись заголовок будет немного о себе а текст вставим вот это то есть непосредственно в саму запись вот таким образом если мы на текст перейдем тут у нас тут такой пробел не пробел а интер кроме того что еще можно можно также немного себе загрузить фотографию так но у нас по умолчанию не поддерживается за загрузка от тумбнейлов поэтому также поищем функшенс пич пи там бнею пост там бнею так от сэм суппорт пост там нелс это нам надо прописать функшенс пич пи все функции идут друг за дружкой то есть таким вот образом так ну мы сейчас сохраним а потом уже обновим то есть опубликовать он сейчас опубликуется у нас и у нас появилась задать миниатюру выберем файл так файл мы выберем из нашей верстки clen html img photo . gpg задать миниатюру все миниатюру задали в принципе больше тут нам ничего особо не надо так обновить и уже непосредственно здесь выведем контент то есть у нас идет вот фото класс фото img и и здесь уже выведем там бнею но сделаем мы это следующим образом то есть есть такой сервис гист о котором мы говорили то есть здесь можно выводить на категории то есть выводить записи из определенной статьи то есть всем посмотрим есть такой код тут печки и вы можете у меня на гистах их посмотреть так наверное вот где ровно начинается сюда вставим функцию и вкус пост пост пп это у нас page или запись то есть у нас идет айди 7 до 7 значит сюда пишем п равно 7 вайл х в пост за пост и здесь уже можно что-то выводить закрывающий and while мы пропишем пожалуй так это у нас вторая идет фото немного себе после немного о себе мы закроем and while таким образом и уже на и уже расставим тут то что нам надо то есть за тайтл это будет вместо немного о себе за контент это будет у нас вместо п вот этих вот лорем ипсум которые мы тут писали в верстке это сюда вставим и пост там днем это у нас идет уже непосредственно сама фотография то есть здесь и нджи 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 пропишем сюда а так ну сюда тоже пропишем потому что это одинаковый в принципе параметр а вместо альт мы возьмем имя а из хедер пички мы тут писали имя блога так сейчас найдем вот гет блог инфо нейм скопируем и вставим вместо альт вот таким образом все то есть мы сейчас есть сохраним можно отбить пробелом то есть дополнительным переносом чтобы не запутаться где у нас тут что идет сохраняем так и обновляем смотрим что у нас получилось какой будет вывод так ну у нас текст вывелся здесь нормально да то есть п п все правильно параграфами вывелся а но здесь что то вот не нравится мне правом ипсум немного себе так давайте посмотрим оригинальную верстку немного о себе п п да ну нормально нормально все тут вывелось а фотография у нас не вывелось у нас вывелось много много параметров то есть тут им джи фото тата 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 а нам этого не надо потому что у нас уже есть то есть нам надо это писать не 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 сюда маленько то есть запас там дэйл а гет пост нэйм то есть нам нужно взять пост там бнэйл и без картинки она у нас выводится уже то есть тегом и м джи если мы посмотрим а href равно так персонал фото и идет 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 такая штука ну я думаю тут в принципе надо вместо вот этого всего просто вставить просто вставить просто вставить пост там бнэйл ну и у нас конечно тут 220 на 220 идет вот такими параметры так ну тут документация нам говорит что можно получить маленько другим способом там бнэйл и поэтому скопируем с оригинальной документации тут пока все вернем как было так стоп 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 да пока вернем вставим этот код то есть и в хэс пост там бнэйл а и чрев пост за перма линк зато эту атрибьют то есть это будет уже титул тайтл а за пост там бнэйл это уже будет непосредственно сама картинка таким образом ну и конечно можно арей вставить там 220 на 220 хотя смысла нет у нас через стиле это задается вот но все равно картинка должна быть ровная давайте сделаем там 400 на 400 чтобы она при увеличении покрупнее маленько была таким вот образом так а и чрев и еще у нас класс попап у ссылки идет то есть а класс равно попап а все остальное в принципе можно уже убрать сохраним так у нас получилось что картинка растянута поэтому наверно тут не макс виздавайте персонал им джи найдем в наших стилях css уже css то есть будем править так майн css найдем макс визд и макс хейс тоже сделаем 220 так так все фотографии мы получили но Но есть одна нота, что фотография Pirmalink ведет на саму статью. А нам нужна ссылка именно на саму полноразмерную фотографию. На сайте документации есть такой пример, где можно получить ссылку на thumbnail. Тут звучит это вот так. Так, ставим, то есть задаем переменную largeImageUrl. Далее что мы делаем? И выводим вот этот параметр выходит. То есть вывод largeImageUrl 0. Так, и теперь что мы видим? Да, теперь мы получаем ссылку на большое изображение. То есть вот такая вот функция получения большого изображения нашего thumbnail. В принципе я не вижу смысла здесь сделать 400, можно было сделать 220. Сколько надо, да? У нас все равно в респонсе это изображение не расширяется больше чем на 220. Поэтому смысл тратить, почему зря, трафик на лишние какие-то килобайты. Так, все работает. Так, двигаемся дальше. Дальше, вот эти две секции мы вывели, то есть из WordPress. И у нас есть еще вот эта вот секция интересная. Профессиональное создание сайтов. Это у нас будет персональная информация. Кстати, немного о себе. Мы, однако, не задали категорию. Да, тут надо задать обо мне. Это чтобы чисто была такая структура. Было видно структуру, какая у нас будет. Чтобы потом не запутаться. Или пользователь потом, чтобы не запутался. Добавить новую запись. Так. Можно взять, в принципе, отсюда. То есть персональная информация. H2 там. Тра-та-та. И опять же сюда, вот вместо Александра Прокопского, да, можно вставить то, что мы вставляли. И из хедера. GetBlockInfoName. Потому что, в принципе, это одно и то же. GetBlockInfoName. Персональная информация. Ну, здесь уже пойдет у нас другой цикл. Пойдет другой цикл. Поэтому, еще один интер поставим. Опять скопируем гист наш, который там у нас был. Удобный сервис гист. Но тут P уже будет равно маленько другое. Так. Добавить запись. Мы ее назовем персональная информация. Так, ну-ка, посмотрим, какая у нас там запись была. Немного о себе, да. Теперь запись назовем персональная информация. Вот этот UL вместе с ли можно отсюда просто вырезать и вставить сюда. Потому что здесь, просто текст вставим. Потому что здесь визуально хорошо поддерживаются списки. И нет смысла там вводить это куда-то отдельно. Это все потом прекрасно можно редактировать, добавлять новые списки и так далее. Также рубрику ставим обо мне. Так, что еще делаем? Ну, вроде все. Все опубликовать. Смотрим, какой ID у нас получился. Post10. То есть ID 10. Теперь сюда пишем P10. И вот этот весь код. Так, посмотрим, как тут было сделано. Да, весь вот этот код вырезаем. И вставляем вот сюда. Так, персональная информация. Это у нас можем взять прямо отсюда. Title, да? Где мы тут брали? The title attribute. Это не то маленькое. А, ну вот, в принципе, у нас перед носом все лежит здесь. Title. В H3 ставим. The title. The content. Ставим вместо UL. Тумбнейла у нас уже нету. Его можно просто отсюда убрать. Так, ну, уберем дикие пробелы. То есть, переносы эти все дикие уберем. После while добавим enter, чтобы нам было видно, что откуда берется вообще. Так, сохраняем. Ну, иногда долговато так на сервак это все заливается. Ну, сейчас обновим, посмотрим. Так, вот как у нас это вывелось. А вывелось у нас так потому, что у нас он попал в social wrap почему-то. Да, мы что-то лишнего удалили там, походу. А, да, это вот social wrap был. Мы заменили, да, social wrap. Так, ладно, давайте вернем. Сейчас посмотрим, где у нас UL был, который мы вырезали. Персональная информация, хедер, social wrap. А, да, 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 все правильно. Все правильно. Мы вот это ни в коем случае не заменяем. Не заменяем мы ни в коем случае. Ставим обратно в social wrap. А the content мы уже ставим после h2. Там, где он и должен быть, по идее. Так, все, and while. Так, да, вот так, and while. Сохраняем. Так, и смотрим. Ну, все, вот он вывелся у нас. Контент. Веб-сайт, email. И пошли какие-то социальные кнопки. Как сделать социальные кнопки? Кстати, социальные кнопки у нас есть как в футере, так и здесь. Ну, вариантов много, как это реализовать, конечно. Я бы, например, просто добавил какую-то новую рубрику, допустим, социальные иконки. Ну, WordPress как фреймворк просто используем, без плагинов. Иконки. Ярлык. Socials, например. Родительская нет, описания нет. Все, добавить новую рубрику. Вот у нас рубрика социальные иконки. Добавить новую запись. Так, а вот как здесь реализовать? Сейчас мы подумаем. То есть, какие параметры есть в социальных иконах? Ну, Twitter, например, да? Так, Twitter. Что еще у него есть? Ну, у него есть только иконка сама, да? Если мы посмотрим на верстку. То есть, ссылка. Ссылка, да? Есть Twitter. Ссылка. Рубрики социальные иконки сразу сделаем. Ну, и добавим, наверное, дополнительные поля. Нажимаем произвольные поля. Публикуем пока что. А потом уже подумаем. То есть, Twitter. Дополнительные поля. Name равно... Ну, давайте зададим новое поле. Socname. Ой, не name, а url. Url, например. И значение там Twitter.com.http. То есть, ну, допустим, вы ссылку на свой аккаунт скопировали. И добавим еще одно поле, которое назовем fonts.avisom. И сюда вставим именно значение из класса из fonts.avisom. Смотрите, у нас тут есть fa, fa Twitter, да, например. Вставим просто fa Twitter, потому что просто fa у нас уже есть. Все, добавить произвольное поле. Тут e в конце они. Так, обновить. Fonts.avisom. Socs.url. Добавили. Ну, и можно выводить. Тоже смотрим на гистах, какие у меня тут есть гисты. Сейчас посмотрим. Post. Это пост. А нам нужен не пост. Ну, в принципе, да. Можно вот это вот сейчас скопировать. Только здесь не пост, а категории. Сюда вставим. То есть тут не P уже будет, а категории. То есть, query post равно кат. Кат и ID нашей категории. Смотрим, какая у нас тут категория. Так, рубрики. Социальные иконки. Смотрим, внизу, что написано. ID равно 4. Значит, кат равно 4. И здесь уже у нас пошел цикл. Мы выбираем записи. То есть, title мы... Ну, допустим, ну, первую вырежем, да. Вставим. Прям в цикл. В тело цикла. То есть, li, а href равно. Это у нас будет. Ну, сначала title. Title можно просто сделать. Новый параметр. Там title. Равно. Вставим the title. href. И остальные параметры мы уже будем брать из дополнительных полей. Каким образом? Сейчас я покажу. Тоже у меня есть сохраненные... Так, сохраненные гисты тут есть. Get... Так, options. Так, ну, это не то маленькое. То есть, есть такой параметр. Не параметр, а функция такая есть в WordPress. Она вызывает дополнительное поле. Она называется getPostMeta. GetPostMeta, postID. И здесь уже задается конкретное поле, которое мы там с вами сделали. Так, все записи. Twitter. И смотрим, у нас есть fonts. FontSouls. Скопируем его. И вставим вот сюда. Это у нас будет второй класс. Кроме того, мы сделали еще ссылку. То есть, тоже копируем функцию, вывод. Вставляем в href. И здесь уже вводим второе поле. То есть, соц.url. Соц.url. Сохраняем. Так, и смотрим. Обновляем. Так, по идее, у нас должен быть рабочий Twitter сейчас здесь. Так, ну, у нас будет ошибка, потому что у нас цикл тут есть еще один, который уже закрывается. До наших... Так, сейчас посмотрим. The Content H3. Я думаю, этот цикл предыдущий лучше вставить, наверное, вот сюда. Так, End. The Content. Вырежем отсюда его. И вставим уже отсюда. То есть, чтобы не было у нас никаких ошибок. Так, отлично. Все у нас. Ссылка на Twitter. Значок Twitter. Все работает. Ну, и таким же образом можно добавить другие записи. Например, открываем все записи. Можно его просто скопировать. Если тут есть такое. Я уж не помню. Ну, или просто добавить новые, да. Допустим, следующее у нас будет Facebook. Facebook. Ну, посмотрим на нашу оригинальную верстку. То, что у нас было. Fafafacebook. То есть, в фонсе F-SOM у нас будет Facebook. Facebook. Так, стоп. Отмена. Добавить произвольное поле. Соц.URL у нас здесь будет. Ну, facebook.com, например. HTTP. Facebook.com, рубрика социальные иконки обязательно добавить. Опубликовать. То есть, таким образом мы набираем иконки с нужными нам параметрами. То есть, любое количество. Да, вот появился Facebook, Twitter. Все работает. Добавить новую запись. ВКонтакте. ВКонтакте. Произвольное поле. Фонс. Соусом. Это у нас будет. Favk. Добавить произвольное поле. Соц.URL. Это у нас будет. HTTP. ВК. Точка. Ком. Так, ну, можно больше не добавлять. В принципе, все. И рубрика обязательно социальные иконки. То есть, если мы не добавляем в эту рубрику, они просто не выводятся нигде. Так, все появился в ВКонтакте у нас. Ну, и давайте добавим новую гитхаб, которая у нас была там в этом гитхаб. Так, посмотрим класс, который у нас был в фангитхаб. Фонс. Саусом. Фангитхаб. Соц.URL сделаем. Ну, HTTP также. Гитхаб.com. Все. Социальные иконки опубликовать. Обновляем. Ну, все. Эту секцию мы вывели. Но есть еще одно но. Нам нужно в конце вот здесь тоже вывести эти иконки. Поэтому просто копируем социальные иконки все эти наши. Так, то есть, social wrap. Див. Вот этот диф мы полностью копируем. И в футере ищем наши иконки. Так, посмотрим UL вместе с UL. Так, social wrap. Вставляем. Сохраняем. Так, обновим страничку и посмотрим в футере. Так, ну вот они. Все, они работают. То есть, таким образом можно набирать любое количество иконок. Без каких-либо плагинов, без всего. То есть, WordPress используем именно как фреймворк. Так, дальше у нас идет учеба, работа. Ну, тут точно так же надо добавить родительскую рубрику. Которую назовем резюме. Описание у нее будет мои знания и достижения. И ярлык S-резюме. Добавить. Так. Индекс PHP. Посмотрим, как мы тут выводили. GetCutName. Категории description. Ну, и тут точно так же вводим. То есть, CutName. Только здесь CutName уже будет у нас маленько другой ID-шник. Вот у нас резюме. Можно посмотреть ID. ID там у нас 5. Далее смотрим. У нас категории description. Тоже можно вывести сюда. И тоже 5. Таким образом. Обновим. Смотрим. Все. Ничего не поменялось. И это хорошо. Теперь мы можем этими заголовками управлять из админки. Но тут еще есть два. У нас есть две подкатегории нужно создать. То есть, работа и учеба. Родительская категория будет S-резюме. То есть, добавить рубрики. Добавить рубрику. Назовем. Работа. Можно без ярлыка уже. Родительская у нас будет. Резюме. Добавить рубрику. И учеба. Учеба. Родительская. Также резюме. Добавить новое. Теперь все записи перейдем. И уже будем добавлять непосредственно запись. То есть, ну вот это будет заголовок. Добавить новую. Рубрика. У нас будет работа. Программист. Место работы мы можем добавить. Также новое дополнительное поле. Введите новое поле. Там допустим. И. Так. И. Так. Сейчас подумаю, как назвать. Это у нас место работы. И место учебы. Они могут быть одним полем. У разных статей. Поэтому. Резюме. Плейс. Давайте назовем. Значение. Вот такое сделаем. Так. Кроме того, дополнительное поле должно быть years. Резюме. Years. Значение. 2008 и 2015. Так. Все. Добавили. Ну и конечно же сам текст. Сам текст мы ставим сюда. Я надеюсь, мы его тут сделали тегом P. Да. Мы сделали тегом P. И мы молодцы. Потому что из WordPress. Из админки. Весь контент выводится. Именно через тег P. Сохраняем программиста нашего. И давайте. Давайте. Тоже здесь. Get категории name. Где работа у нас. И посмотрим, какие у нас есть рубрики. Работа. Это у нас ID6. ID6. А учеба. Это у нас ID. Посмотрим. ID7. Ну да. Логично. ID7. Сохраняем. Все вот эти. Итемы. В принципе. Можно удалить. Так как они повторяются. И освободить место для нового. Опять смотрим на гистах. Loop. Наш. Цикл. То есть. Так. Где он. Так. Это get text. Там бы. Что-то не могу найти. Так. Сейчас найдем. For each. Так. А. Ну вот он. Да. Тоже копируем. Вставляем. Ну то есть тут стандартный как бы loop идет. Мы просто выбираем. Из какой категории там это выбирать. Например. Вот мы сейчас увидим работу из категории 6. То есть. Здесь напишем. Кат равно 6. Кат равно 6. Вставим вот этот код сюда. В тело цикла. Так сказать. Ну и смотрим. Тамблей нам не нужен. TheContent. Это у нас будет он заменять. Tag. Tag. Вот этот tag. TheContent. TheTitle. Это у нас будет программист. И Пронкина Забава. Это у нас будет дополнительное поле. Сейчас посмотрим как называется. Записи. Программист. Так. Ну. Резюме place. Это называется. То есть. Смотрим какой вывод у нас тут был. Дополнительного поля. Можем просто отсюда взять. И повторно использовать. Так. Вместо этого мы сделаем резюме place. Так. То есть. Вместо резюме place. А вместо года тоже вставим. Так. Тоже вставим эту функцию. Таким образом. И уже возьмем вот это дополнительное поле. То есть. Повторюсь. Мы опять же используем чисто средства WordPress. не прибегая к использованию плагинов. То есть. Используем WordPress. Как. Такой своеобразный фреймворк. Так. Обновляем. Так. Ну. У нас тут. Слишком большой за контент. Слишком большой. Или мы что-то. Упустили. Здесь. Секундочку. Так. Резюмей. Айтем. Энварь. За контент. А. Два раза за контент у нас повторяется. Да. Увидел. Так. Все. Это что касается у нас правой колонки. То есть. Работа. Непосредственно. То есть. Да. Вот. Все уводится из админки. То есть. Ну. Если мы добавим. Допустим. Добавить новую. Допустим. Там. Веб. Дизайнер. Веб дизайнер. Ну. Так же. Такую же. Вот. Добавим рыбу. Сюда. Например. Выберем категорию. Работа. Выберем резюме years 2009-2014. Например. Добавить произвольное поле. И. И резюме years. Так запомнили. Резюме place. Это например. О. 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 Какая фирма. Опубликовать. Так. Обновим. Ну. И. Вот. У нас. Добавилась. Новая фирма. Новая. То есть. Новая работа. Так. Ну. Теперь. То же самое. Практически. Нам надо сделать со следующей категорией. Это у нас учеба. Тоже удаляем лишние айтемы. Копируем. Вот этот цикл. Даем для него пространство побольше. И тут кат уже равно 7. Кат 7. Смотрим. Чем отличается у нас. Так. У нас также резюме айтем идет. Ой. Резюме айкон. Это оно так и идет. Мы его вообще трогать в принципе сейчас не должны. Вот. Резюме айтем идет. Потом. Ер. Потом. Резюме дескрипшн. Оно тут меняется местами стронг и наименование. То есть. Ну. В принципе. Вот это все можно сейчас уже удалить. Ну. Просто поменять местами стронг. Стронг. Поменять местами с вот этим дополнительным полем. То есть. Вот так. Сделать. Так. Ну. Конечно. Мы сейчас. Если посмотрим. Ничего не увидим. Потому что у нас. Эта категория не заполнена. То есть. С этой стороны будет пусто. Да. Ну. Если мы добавим запись. Да. Допустим. Там. Ну. На кого там учился. Ну. Допустим. Там. Менеджмент. Менеджер. Там. Или юрист. Менеджер. Также заполним рыбу. То есть. Тут уже выбираем учеба раздел. Потому что отсюда. Резюме place. Будет. Допустим. МГУ. А резюме years. Это будет у нас. Допустим. Две тысячи четвертый. Тире. Две тысячи. Восьмой год. Там. Опубликовать. Так. Все. Все. Ну. Вот. Видим. То есть. Появилось. Нормально. То есть. Ну. Таким образом. Можно заполнять. Ну. Дальше. Думаю. Смысла нет. Показывайте. Я сейчас сам это заполню. Ну. И. Подготовлю. Следующий урок. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И. До встречи. В следующем уроке.